Административное дело из-за мусорного полигона. В поселке Дубки обнаружена несанкционированная свалка. Около 400 детей обрели семью благодаря им. Форум опекунов и приемных родителей прошел в Дагестане. Еще одно золото. Кубок России по боевому самбо подошел к финалу. Об успехах наших спортсменов сегодня в выпуске. Российхознадзор Дагестана возбудил административное дело в отношении главы поселка Дубки. Там была обнаружена несанкционированная свалка отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. Она образовалась на участке площадью порядка 5000 квадратных метров. Несмотря на то, что мусорный полигон огорожен бетонными плитами, животные имеют к нему доступ, что может повлечь распространение разного рода инфекций. Площадь свалки постоянно увеличивается. Общая площадь захламленного земельного участка составляет полгектара. По данному факту возбуждено дело о административном правонарушении по ст. 8,6 часа 2 КОАП РФ. Хороший урожай овощей можно получить и зимой. А все благодаря развитию тепличного бизнеса. Только в Дагестане за последние годы их площадь достигла 220 гектаров. Так, недалеко от села Кафыркумух Буйнакского района уже около года функционирует теплица, соответствующая последним европейским стандартам. Как работает хозяйство, узнавала Карина Баталова. Три года назад на этом месте был пустырь. Сейчас же здесь расположен современный тепличный комплекс на 2 гектара. А начинала свой бизнес семья Танаевых с 10 соток земли. В 2017 году появилась возможность приобрести хоть и не новую, но отличную голландскую теплицу, которая практически полностью автоматизирована. Мы работаем по малообъемной технологии на кокосовом субстрате. Это малообъемная гидропоника называется. Тут импульсно поливается. Видите, микротрубки, зависимо от погоды, от тепла, каждому растению, сколько потребность воды, она сама выдает. Солнечный датчик позволяет рассчитать точное количество влаги для той или иной погоды. Климат-контроль обеспечивает идеальные условия для выращивания, в данном случае огурцов. Зашторивание, досветка, система вентиляции и индивидуальный расчет нагрузок на каркас и фундамент. Это не все, на что способна техника. Но в любом случае без ручного труда не обойтись и здесь. Я живу здесь в селе, рядышком. Удобно. Ну и рабочий день с 8 до 5. Удобно. Мы сажаем помидоры и рассаду. Это у нас пробка. Минвата как бы. И сверху подсыпка, кокосовая стружка. Всего в хозяйстве трудится около 20 человек. Плюс вся семья Тимирлана. Два сына, дочь, внуки и племянники. 17-летний Абдулгамид Танаев уже является оператором в тепличном комплексе. Для него это не просто помощь дедушке и отцу. Он получает образование в этой сфере и намерен в будущем расширять бизнес. Да, у меня уже третий курс, но еще один год остался. Четыре курса. Можешь дальше куда-то идти? Дальше можно на заочном, когда-нибудь высшее образование. Ну и по механизации, по автоматике. Вот здесь все регулируем, как температуру, влажность, поливы. Смотрим капельницы, протекают, не протекают, ремонтируем. Сейчас в теплице выращивают огурцы. Они не приносят такой прибыли, как томаты, но помогают не уйти в минус и сделать перерыв между овощными культурами. Сбор урожая в самом разгаре. 30% этой продукции пойдет на местные рынки. Остальное за пределы республики. Оптовая цена 140-150 рублей за килограмм. Ну вот в данный момент огурцов мы собрали более 120 тонн. Ну может быть еще тонн 5-6 будет. Ну это более чем 6 килограмм квадратного метра. Ну вот такой короткий период. Это максимум 7 килограмм можно получить. От семечка до созревшего овоща. Рассада здесь собственная. Ее даже закупают многие фермеры. Таким хозяйством доволен и глава района, ведь оно помогает обеспечить людей работой. Это все рабочие места. Это позволяет сделать так, чтобы наши люди не уезжали куда-то на север, в Сибирь и так далее. Работали дома, комфортных, привычных для себя условиях. Содержали свои семьи, поддерживали своих детей и так далее. То есть поэтому любое такое начинание, оно должно нами поддерживаться и поддерживаться. Потому как опять-таки это несет такой мультипликативный, важный эффект. В планах у агрария увеличение площади комплекса, а также выращивание клубники. А пока здесь готовятся к посадке помидоров. Урожай минимум 300 тонн. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Буйнакский район. Сегодня на территории исторического парка «Россия. Моя история» развернулась мобильная станция переливания крови. Каждый желающий может принять участие в акции, приуроченной ко дню борьбы со СПИДом. В пункт сдачи крови доноры пришли к 9 утра. Алгоритм действий для пациентов не поменялся. Нужно заполнить анкету, затем проверяют давление и гемоглобин. За первый час кровь сдали уже более десятка человек. Пришли не только опытные доноры, но и те, кто решился на это первый раз. Раньше я еще молодость сдавал. Я давно не сдавал на этот раз. Я решился на это первый заместитель руководителя исторического парка. Пример показать нашим ребятам всем. Я первый же сдал. И первый же шоколадку. И два дня отдыха получил. На сегодня в нашей трехмиллионной республике около пяти тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Общественная организация «Дагестан без сирот» вот уже десятый год оказывает поддержку воспитанникам детских домов. Ими уже и был организован форум опекунов и приемных родителей, который вот уже второй раз проходит в Махачкале. Подробности мероприятия в сюжете по тематам Ханаповой. Слова благодарности сегодня звучат в адрес тех, кто осознанно стал опекуном. Людей с добрыми сердцами оказалось немало. Благодаря им около четырехсот детей приобрели себе семью. Валентина Эфендиева, жительница Лакского района, приютила четырех круглых сирот, при том, что имеет троих своих детей. Они остались после смерти мамы, папы, можно сказать. Были маленькие, самые младшие, пяти лет еще не было. И когда старшие братья сказали, мол, детей распределим там кого-то интернат, кого-то там кадетскую школу, там два пацана, две девочки было. А я сказала, нет, эти детей, я не хочу их там распределять, отделять друг от друга, и они будут вместе расти. Более 130 сирот в республике находятся в детских домах. Самая большая мечта – делится руководитель проекта «Дагестан без сирот», чтобы их количество сократилось до минимума, а пока они есть, оказать им максимальную помощь и поддержку. Привлечь внимание государства, семьям, которые взяли на воспитание детей, и не только государственных структур, и общественности, и дать им возможность, нашим опекунам, усыновителям, побольше взять еще детей, которые у нас еще остались, и дать понять, что есть такие же общественные организации, как мы тоже, которые готовы помочь. Участие в форуме приняли более 100 человек из разных уголков республики. На встрече обсуждались самые актуальные вопросы опекунства и сиротства. Среди них – защита личных и имущественных прав детей. Говорили о новых льготах и проблемах, с которыми сталкиваются опекуны. Патиман Ханабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Потомок пророка Мухаммада, мир ему и благословение, всемирно известный ученый-богослов Мухаммад Ас-Сакав прибыл в Дагестан. Минувшей ночью в столичном аэропорту Уиташ почетного гостя встретили представители Муфтеатра республики. Мухаммад Ас-Сакав отметил, что очень много лет хотел посетить благодатный Дагестан, встретиться с братьями по вере. Пятничный намаз махачкалинцы завершали вместе с ним в Центральной Инжума-мечети, где он прочитал для них проповедь. Далее Мухаммад Ас-Сакав встретился с шейхом Ахмад Хаджи Абдулаевым. Муфтий Дагестана отметил, что визит подобных гостей в нашу республику является очень знаковым и приятным событием для дагестанцев. «Несколько лет я желал посетить Дагестан. Хвала Всевышнему, сегодня я здесь и уже успел встретиться с большим количеством верующих на пятничной молитве в Центральной Джума-мечети. После чего я еще больше полюбил дагестанцев. Я также очень рад встрече с муфтием шейхом Ахмадом Афанди, который поистине является светочем республики, да продлить Всевышний Аллах ему жизнь и получат люди максимальную пользу от него». В гуманитарно-педагогическом колледже провели мавлит в честь месяца рождения пророка Мухаммада. В ходе мероприятия были исполнены нашиды. Сотрудники отдела просвещения рассказали о жизни пророка, мир ему и благословения и о достоинстве текущего месяца. Студенты колледжа продемонстрировали видеоролики, показали сценку, провели конкурсы и викторины. Почетными гостями мероприятия стали воспитанники дома-интерната «Забота». «Мы пригласили специально на это мероприятие детей из детского дома «Забота». Мы хотим показать им, чем у нас духовное воспитание, воспитательная часть в колледже стоит на первом месте, потом уже идет образовательная часть. И девизом колледжа является «через воспитание к образованию». Более того, наши студенты проходят практику, и мы готовим социальных работников, и это является для нас приоритетным направлением. Последний день Кубка России по боевому самбо, прошедшего в городе Кстово Нижегородской области, копилка медалей дагестанской команды пополнилась еще одним золотом. Его в весе до 90 килограмм завоевал султан Алиев. В этой же категории бронзовая награда на счету представителя Москвы Мурада Керимова. Напомню, что накануне победу также одержал тяжеловес Хадис Ибрагимов. Серебро было у Курбана Тайгибова и Загида Гайдарова. Триумфаторы выступят на Кубке мира, который пройдет в начале следующего года. Четверо дагестанских войников вошли в состав сборной России для участия в Кубке Алроса. Международный турнир стартует завтра в Москве. Как сообщалось ранее, в борьбе за победу хозяева ковра сойдутся с командами из Ирана, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Сборную России представят призеры чемпионатов страны разных лет. Зайнула Курбанов, Расул Магомедов, Магомед Гаджин Нурасулов и Мухамагази Магомедов. 2 декабря в субботу спортсмены-участники в категориях до 97 и 125 килограмма спорят кубок Ивана Ярыгина в абсолютном весе. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале. Не переключайтесь. Смотрите нас также в интернете, на сайте YouTube и в Instagram. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин